Вчера, 10 января 2022 года, состоялось первое оперативное совещание в правительстве Республики Башкортостан. Вступительное слово Хабирова было кратким, абсолютно абстрактным. Выудить мне из него никакого смысла не удалось. Ну, в общем, всех с Новым годом, начинаем работать. Примерно так. И сразу же перешли к повестке дня. Первым вопросом, как обычно, вопрос о борьбе с COVID-19. И докладчиком был Максим Васильевич Забелин. Забелин привычно доложил дежурные цифры. Также суммарно всего в Башкирии заболело COVID-19 124 тысячи человек. Суточный прирост составил 209 человек в сутки. Отмечу, что цифра, конечно, резко пошла вниз. Равно как снизилась и смертность. За сутки умерло 10 человек. Соответственно, как-то вот вроде обнадеживают эти цифры. Всего задействовано 1715 больничных коек. Из них 38% свободны. Тоже весьма мажорный результат. По поводу вакцинации. Максим Васильевич сообщил, что первым компонентом вакцины привито уже 2 миллиона 206 тысяч человек. Что составляет 88% подлежащих вакцинации. Или 70% взрослого населения республики. Полностью же привито обоими компонентами вакцины в республике 2 миллиона 75 тысяч человек. Что соответственно составляет 83% от подлежащих вакцинации. Или 66% взрослого населения республики. Вообще вот эти проценты, свыше 60% уже очень сильно похожи на какой-то обычный среднеевропейский уровень. То есть мы должны как-то двигаться в сторону снижения пандемии, прекращения этой болезни. Но пока до этого, судя по всему, далеко. Также Максим Васильевич сообщил нам о том, что в запасе у республики имеется аж 700 тысяч доз вакцины. То есть хватит всем. Хабиров, выслушав Забелина, заметил, что еще нужно привить 200 тысяч человек для достижения тех самых расчетных показателей. Однако Забелин парировал, что если мы будем прививаться темпами декабря, а в декабре очень сильно упали эти темпы, то перспектива привить 200 тысяч населения у нас маячит где-нибудь к 1 июля. Хабиров, конечно, такой вариант не устроил. И он потребовал, чтобы завершился вот этот вот этап расчетных показателей. То есть достижение цифры примерно в 2 миллиона 400 тысяч привитых. Ну, хотя бы не к 1 февраля, как планировалось, но хотя бы к 15 февраля. Анна Андреевна Казак, которая тоже участвует в этом докладе, сообщила о том, что не только снижается заболеваемость ковидом, но и снижается заболеваемость гриппа МОРВИ. В последние недели она констатирует снижение на 39%. Стоит отметить, что в последние недели 2021 года и в первые недели 2022 года активно муссировались слухи о том, что Максим Васильевич покидает республику Башкортостан, уходит с поста министра и возвращается к себе в Москву. Ну, в связи с чем возникает совершенно обоснованное беспокойство о том, кого же из духовитых и шимбайских пацанов Ради Фаридович назначит на пост министра здравоохранения. Дело в том, что друзья первого и второго сорта у Хабирова уже, похоже, закончились. В последнее время у него уже пошли в ход совсем дальние дружки и товарищи. Я имею в виду, например, господина Зайнулина, который внезапно был назначен директором музея имени Худайбердина. Совершенно непонятно, почему заслуженный деятель Совета по правам человека Динар Зайнулин не стал, например, директором Сибайской филармонии. Ну, в общем, конечно, Минздрав это вам не прачечная, и мы довольно всерьез беспокоимся о том, кто же займет ответственный пост министра здравоохранения Республики Башкортостан. Вторым вопросом шел вопрос о ситуации в ЖКХ на дорогах ИЧС, и именно в рамках этого вопроса, конечно же, случилась главная сенсация оперативного совещания, которое прошло в минувший понедельник. Началось все, в общем-то, заунывно и просто. Алан Морзаев сообщил о том, что в основном предприятие отрасли отработали в штатном режиме. Вот эта фраза, вообще, она должна быть отлита в граните или хотя бы напечатана на табличке, и Алану Викторовичу иногда будет достаточно просто поднимать эту табличку, подержать ее пару секунд, и, в общем-то, доклад закончен. Но в этот раз все было немножко по-другому. Алан Викторович сообщил нам, что удельный показатель отключения ресурсов в Республике Башкортостан вдвое ниже, чем этот показатель в среднем по России. То есть, у нас на одного человека приходится вдвое меньше отключений по времени и продолжительности. Отчитываясь об уборке городов, Алан Викторович попытался обойти стороной функцию оценки результатов этой уборки и как-то мутно рассказывал о технике, о ее количестве, о количестве дворников и так далее. Однако, отмечу, что население в минувшие эти недели, по-моему, уже перестало надеяться на действенность и эффективность городских, муниципальных и республиканских властей. Хотя потому, что на примере моего дома мы с нашими соседями уже отчаялись дождаться хоть какой-нибудь техники от муниципалитета и всерьез задумаемся над тем, что надо бы скинуться и нанять какой-нибудь трактор, который, кстати говоря, вполне себе доступен. И это одно из странных противоречий. То есть за деньги трактор нанять можно, а вот за наши платежи по коммунальным услугам трактор во двор не приезжает. К слову сказать, Хабиров еще в выходные вот в эти каникулы подсознательно понял, что со снегом что-то не так, что он все равно в этом году опять пошел и засыпал Уфу. И еще в выходные он стал чего-то лепетать про покупку техники, о том, что скоро-скоро мы ее купим, не волнуйтесь, вот-вот мы уберем снег. Ну или в крайнем случае он растает. Так вот, уже здесь на совещании Хабиров потребовал от Морзаева, вроде как почти завершившего свой доклад, рассказать все-таки, что творится в Уфе. И Морзаев рассказал. Вот честно говоря, вот этот доклад был главным гвоздем оперативки. И вот послушайте по порядку, что сказал Морзаев. Честно говоря, я сидел, слушал и все шире и шире у меня раскрывались глаза, отвисала челюсть. Потому что я, честно говоря, от Илана Викторовича такой искренности не ждал. Но давайте обо всем по порядку. Алан Викторович сообщил, что по его оценкам, общая потребность финансов для полноценной комплектации республики и муниципалитетов дорожной техникой составляет 10 миллиардов рублей. То есть недокуплено техники у нас в Башкирии на 10 миллиардов рублей. В том числе отдельно в Уфе на 4,5 миллиарда рублей нужно покупать техники. Однако в текущем бюджете предусмотрено чуть меньше полутора миллиардов на эти нужды. И из этих полутора миллиардов примерно миллиард это городам, и примерно 400 с чем-то миллионов это селам. Очень мало на фоне вот этой вот оценки Морзаева. Закупочные процедуры по технике вот на эти несчастные полтора миллиарда Морзаев обещает закончить до 30 марта. Поставку летней техники он планирует уже завершить к 1 мая. Ну а зимнюю технику, понятное дело, мы получим к 1 июля. Вот такой вот ответ на большой снегопад. Как только выпал снег в Уфе к 1 июля этого года, мы планируем закупить технику. Но это все ладно, это ерунда, прожекты, разговоры и разговоры в пользу бедных на тему, что нужно 10 миллиардов, а есть только полтора. Но Алан Викторович огорошил, ошеломил, я не знаю, всех, и в том числе меня, вот какими цифрами. В Уфе по нормативам Росавтодора должно было быть 2000 единиц дорожной техники, для того, чтобы обслуживать вот дорожную сеть города, причем только проезжую сеть, не дворы. А в наличии вместо 2000 у нас имеется только 500 единиц техники. У меня сразу вопрос, Радий Фаридович, а зачем нам ваши Элвины Греи, вертолеты и прочие Моргенштерны, амбудсмены и там прочие амбассадоры Уфы, на что вы тратили наши деньги все три года, если у вас в Уфе вместо 2000 тракторов только 500? Причем износ этих 500 единиц техники составляет 75%. Примерно половина из них стоит на приколе постоянно, они не работают, их нужно только все время ремонтировать. Причем, несомненно, что в сельских районах и в малых муниципалитетах эта ситуация еще более катастрофическая. Далее Морзаев был неумолим. Анализируя ситуацию со снегопадами Нового года и каникулов, Морзаев сообщил нам о том, что во время уборки города в эти выходные, в эти каникулы, на улицах работало только 190 единиц техники. То есть меньше 10% от того, что полагается по нормативу. По словам неумолимого Алана Викторовича, в то же время 130 единиц техники в Уфе простаивали, не потому что были сломаны, а потому что на них не было водителей. Уровень зарплат в Уфе в сфере ЖКХ так низок, что даже при наличии довольно существенной безработицы никто не хочет работать за копейки на морозе с этими полуразвалившимися тракторами. Вот такая ситуация. Радий Фаритович, у меня опять к вам вопрос. А может быть надо прекратить платить по 200 тысяч бездельникам в канцелярии и общественной палате, типа Шамиля Валеева, а начать платить нормальную зарплату водителям тракторов, тогда и снег начнут убирать. Но давайте дальше. Оказывается, по соображениям Морзаева, по нормативам Уфе необходимо 7 тысяч человек для содержания дорог. Исходя из площади, размеров протяженности дорог и размеров муниципалитета, по нормативу 7 тысяч человек. При этом по штату в администрации районов и города числится только 2400 штатных единиц. Из них реально работает только 1600. Понимаете, что творится в Уфе? По нормативу, чтобы убирать город и улицы, нужно 7 тысяч человек. А работают реально 1600. То есть, вывод очень простой. В последние три года, в принципе, город не мог быть в порядке, потому что администрация, неважно, Мустафина, Грекова, кого угодно, это все хабировские администрации, не исполняли нормативы, которые должны были исполнять. При этом бюджеты осваивались уже три года подряд. Где это все? Совершенно непонятно. При том, что городское хозяйство за три года приходило в планомерный упадок, бюджет у города только рос эти три года. Мы неизменно пускали салюты, финансировали придворных рисовальщиков на коричневой бумаге, раздавали подарки Элвином Греем, Моргенштерном и прочим фестивалям и союзам кинематографистов. То есть, это какой-то разнонаправленный процесс. Денег становилось все больше, а людей, реально работающих в реальном секторе в городе, становилось все меньше. Но, на мой взгляд, предвзятый взгляд, может быть непрофессиональный, и, может быть, это будет субъективным суждением, но это преднамеренное преступление. Потому что люди точно знали, что у них в штате 2400 единиц, а реально работающих только 1600. И это, в принципе, невозможно. То есть, один дворник не может убирать в пяти дворах. Один трактор не может убрать целый район. А городская администрация полагала, что может. Три года, обращая на это внимание, это не случайность, это не запущенная ситуация в течение месяца-полутора. Это три года планомерного грабежа города Уфы. Делая свой доклад, Морзаев, перечислю все эти цифры, все-таки сделал кое-какое предложение. И оно меня рассмешило до слез. Алан Викторович предложил выделить дополнительно городу Уфе сумму на покупку вот этой техники, равную той сумме, которую уже выделили на содержание дорогого радиофаритовича. 500 миллионов рублей. 500 миллионов рублей мы тратим на содержание дорогого радиофаритовича, и 500 миллионов рублей решили или предложили выделить на покупку дорожной техники миллионному городу. И слушая Морзаева, Хабиров молчал. Я не знаю, понимал ли он, что происходит на самом деле в этот момент, понимал ли он, что на самом деле происходит некий аттракцион разоблачения всей системы, которую он же создал, не знаю. Не знаю. Складывается ощущение, что не все уловилось докладом Морзаева, Хабиров. Уловил вот про низкую зарплату водителей и высказал такое требование к Грекову, чтобы он в течение двух недель разобрался и увеличил зарплату, как выразился Радий Фаридович, механизатором. Ну ладно, человек из деревни, все кто на тракторе, у него механизаторы. Ну окей. Причем Радий Фаридович почему-то уверен, что три года методичного разрушения коммунального хозяйства города Уфы могут быть исправлены в течение двух недель. Через две недели механизаторы вдруг начнут получать не по 18-25 тысяч рублей, а вдруг будут получать по 100 и выстроиться в очередь туда. Держи карман шире. Сергей Николаевич что, у себя заберет деньги и отдаст механизаторам? Или еще? Или салют не пустит? Или еще какое-нибудь благостное дело не устроит? Да нет, конечно. Ну то есть я сомневаюсь, что через две недели тарифная сетка мэрии изменится. Согласно нормативу появится 7 тысяч вакансий, куда устремятся счастливые претенденты за приличные зарплаты. Все это бред и показуха. Но важно то, что по сути Алан Викторович Морзаев на этом совещании невольно или вольно, я не знаю уж честно говоря, раскрыл нам самую суть схемы работы команды Хабирова. То есть тут три основных пункта, три основных принципа работы. Это полное непонимание процессов, полное игнорирование необходимостей, ну и исчезновение трехгодичного бюджета миллионного города. То есть вот относительно города Уфы. Все остальное можно, вот эти три пункта можно применять к любой сфере, которая касается вот этой команды Хабирова. То есть, по-моему, комментарии не нужны. Нужно внятное, серьезное и очень последовательное расследование деятельности обоих мэрий, порожденных Хабировым. И мэрии Мустафина, и мэрии Грекова. То есть действия и бездействия в одинаковом смысле преступны в этой ситуации. То есть в случае с Мустафином, видимо, это преступные действия, по моему субъективному суждению, а в случае с Грековым можно предполагать и преступное бездействие. То есть доведение города до подобного уровня обеспеченности техникой и персоналом, на мой взгляд, сознательное преступление, которое каким-то образом должно быть квалифицировано компетентными органами. Я не суд и не следствие, соответственно, не могу давать юридических оценок этому событию, но в моем представлении это уже достойно внимания правоохранительных органов. После столь грандиозного выступления Морзаева, конечно, дополнительный доклад Виктора Михайловича Жулькова о ситуации на дорогах и с ДТП выглядел довольно-таки бледно. Однако отмечу, что за первые 9 дней 2022 года на дорогах у Башкирии погибло уже 14 человек. И если дальше все будет такими же темпами, то за 2022 год мы перешагнем отметку не просто 400 погибших, а 700 погибших. В год это, конечно, кошмар. В новогодние праздники на трассах республики творился абсолютный ад. Пробки, гололед, массовое ДТП это тоже последствия того, что нечем и некому убирать и следить за состоянием дорог в республике. Все это было пущено на самотек, заметалось снегом, покрывалось льдом, таяло и снова замерзало. Люди погибали, разбивались, несли ущерб. И это все тоже косвенные последствия той хозяйственной деятельности, которую развернул здесь в Башкирии Хабиров и его команда. Деятельности или бездеятельности. Вот здесь вот надо бы это квалифицировать, но я думаю, что там компетентные органы когда-нибудь разберутся. По чьей вине столько людей погибает на дорогах, по чьей вине столько проблем в коммунальных и городских вопросах. Жулькова Хабиров отчитал за то, что железнодорожные билеты у нас продаются в несуществующие вагоны на этот пресловотый АРЛАН. Других претензий у Ради Фаридовича к дорожной сфере не возникло. Третьим вопросом оперативного совещания был вопрос о прошедших событийных мероприятиях в дни новогодних каникул. Ну не мог Ради Фаридович поговорить о любимом, о праздниках, о салютах, о веселье, ну че о грустном все время, да, там тракторов не хватает, снегом все замело. Фу, не интересно и противно, а вот про праздники, про салюты, вот здорово. Жалко Элвин Грис бежал с деньгами в Таиланд, жалко Моргенштерн съехал в Дубай и оттуда какие-то злобные телеграм-канальчики пилит. Ну ничего страшного. Зато шоу МастГООН и на сцену был вытащен исполняющий обязанности председателя Госкомитета по туризму, некий Фаткулин Ренат Зуфарович, который рассказал нам о том, что республика несмотря ни на что пляшет и поет. В минувшие каникулы Ренат Зуфарович учудил нам шоу гостиного двора Терра Зима. Тысячи бегунов пробежали 2022 метра. Произошел парад костюмов, катание на лошадях и санях, метание снежков, как отдельный вид спорта, парад Дедов Морозов и Снегурочек, который возглавлял Никита Джигурда. Но вот это, честно говоря, самое смешное и самое такое какое-то позорное, если честно, Джигурда. Это вот какой-то символ 90-х, такой вот самый отъявленный безвкусицы кича. И вот именно эту Джигурду нам привозят и делают, как там сказали, хэтлайнером или что-то такое, вот этого вот парада Снегурочек и Дедов Морозов. Самое низменное, самое невкусное почему-то нравится вот этой команде Хабирова, почему-то именно это они считают клевым, прикольным и важным для республики. Ну, по докладу Рината Зуфаровича, активно в Башкортостане возрождается катание, на санях, бег в лаптях, стрельба из лука, освещение лучиной и лечение лопухами. Ну, то есть, все вот то, о чем мы так много и давно говорим. Бирские пельмени явились центральным событием, значит, в этой ивент-индустрии Рината Зуфаровича. В общем, немножко Ради Фаридовича подуспокоили, потом на сцену вывели Амину Шафикову, которая рассказала, что она вообще провела 41 тысячу мероприятий за эти каникулы. Ну, как говорится, поди проверь, причем 70% этих мероприятий прошли на открытом воздухе и не оставили никакого следа, видимо, чтобы проверить их существование. Ну, и в завершение докладов выпустили на сцену министра спорта Руслана Хабибова, который от души порадовал Ради Фаридовича видеороликом о том, как рад башкирский народ Морозу, спорту и Деду Морозу. Ну, в общем, вот как-то вот бла-бла-бла и тра-та-та, попытались как-то немножко подуспокоить Ради Фаридовича вот после вот такого вот разгромного доклада о господине Морзаево. Выслушав эти доклады о праздниках и буйствах Джигурды, Хабиров отметил, что Башкирия все больше и больше притягивает к себе зимой туристов. Ну, честно говоря, это очень спорное заявление. Буквально вот несколько дней назад вышел рейтинг привлекательности регионов и городов в зимний период для туристов внутреннего туризма в России. Башкирии там близко не было, о Буфе там вообще не упоминалось. Уфа просто-напросто не вошла ни в какие рейтинги по привлекательности для туристов. И, видимо, вот эта вот привлекательность, она существует только в сознании самого Ради Фаридовича. Завершающим докладом оперативного совещания был доклад Геннадия Валентиновича Разумикина, министра по цифровизации, о развитии электронных государственных услуг в Республике Башкортостан. Хабиров, видимо, немножко утомленный критикой Морзаева, предварил доклад Разумикина такой фразой, что давайте докладывайте, нам есть тут чем похвастаться в этой сфере. Ну, собственно, Разумикин вышел на сцену и начал хвастаться. Он нам сообщил, что 1 миллион 835 тысяч человек в Республике Башкортостан зарегистрированы на госуслугах. Ну, то есть, они полностью верифицированы и могут пользоваться всем спектром государственных услуг на портале госуслуг. Ну, замечательные цифры, это много, учитывая, что зарегистрироваться и пользоваться услугами могут лица только старше 14 лет, то есть, ну, 1 миллиона 835 это очень прилично. А далее господин Разумикин начал именно то, о чем его просил Радий Фаридович, а именно начал хвастаться. Соответственно, он нам сообщил, что 4 миллиона 600 тысяч раз жители Уфы за минувший год записались к врачу через госуслуги, ну, нормально. 2 миллиона 100 человек записались на вакцинацию, 396 тысяч человек получили сертификат вакцинации через госуслуги, и только 115 тысяч человек изъявили желание участвовать в переписи населения через госуслуги. Далее Геннадий Валентинович еще много чем хвастался, много чего рассказывал, но на самом деле это не имеет никакого значения. Получив вот эти первые 4 цифры статистические, мы понимаем, что Геннадий Валентинович отчаянно и стопроцентно врет. Первое. По сути, он заявил, что 2 миллиона 100 тысяч человек записались на вакцинацию через госуслуги. При этом несколько минут назад господин Разумикин нам сообщил, что всего зарегистрированных на госуслугах 1 миллион 835 тысяч человек. Как же так? Даже если предположить, что 95% тех, кто вакцинировался, сделали это, предварительно записавшись на госуслугах, что само по себе невозможно, так у него все равно записалось на госуслуги людей больше, чем там зарегистрировано. Это вообще как? Это нормально? Разница между количеством записавшихся по версии Разумикина на вакцинацию и зарегистрированных на госуслугах составляет ни много ни мало 265 тысяч человек. Можно предположить, что может быть это повторно вакцинировались люди, те же самые снова записались. Да нет, конечно, не получается арифметика, не складывается. Особенно смешно звучит в устах Разумикина то, что только каждый седьмой вакцинированный, по крайней мере записавшийся на вакцинацию, обратился за QR-кодом. Ну, конечно, у нас же людям не нужен QR-код, это же вообще совершенно ненужная фигня. Люди просто искренне вакцинируются, им никакой QR-код взамен не нужен, и они там не ходят в магазины, в театры и в рестораны. Нет, конечно, ну, по крайней мере, по мнению Разумикина. Вывод здесь очень простой. Ну, по-моему, он напрашивается сам с собой, хотя вы можете со мной не соглашаться. Вывод такой, что вот этот монтажник электронных плат из Красногорска, каковым на самом деле является господин Разумикин, по непонятному стечению обстоятельств и при содействии господина Мурзагулова, попавший на пост министра цифровизации Республики Башкортостан, ну, да, действительно, он выучил некоторое количество замысловатых кудрявых слов, но так и не освоил арифметику. У него просто банально не бьются цифры, причем на сотни тысяч человек. Я не знаю, с какой эмоцией слушал ради Хабиров этот доклад, по крайней мере, он очень благодарил Разумикина. То есть, это говорит о том, что Хабиров просто не понял, что ему докладывали. Вот здесь я на сто процентов уверен, что Хабиров либо он тоже считать не умеет, либо он не слушал, либо он не понял. Но вот это супер наглость в глаза начальству и в прямом эфире на всю Республику рассказывать вот такую ересь. То есть, у него миллион восемьсот зарегистрированных в системе, при этом у него два миллиона сто заявок на вакцинацию. Это только малая часть. Я еще раз говорю, много он чего там потом рассказывал, но вот после вот этих цифр однозначно в остальное вообще даже вникать не надо. Ну, вот, собственно, вам квинтессенция всей нашей электронной сферы в Республике Башкортостан. После этого можно ни о чем не говорить, ни о Министерстве земельных и имущественных отношений и их достижениях в области цифровизации, ни прочих, значит, вещах. То есть, вот, Геннадий Валентинович Разумикин, монтажник печатных плат из Красногорска, почему-то стал министром цифровизации, и вот вам результат. Выводы делайте сами. Вопреки слухам, прогнозам и ожиданиям, первая оперативка так и закончилась без каких-либо существенных кадровых решений. Все ждали, что Хабиров назначит главу администрации, все ждали, что Хабиров примет отставку Грекова и назначит нового мэра Уфы. Не случилось, не получилось. Не знаю, в чем дело, почему пауза. Пружина ожидания все больше сжимается у Хабирова, все еще нет главы администрации, у Хабирова практически нет мэра Уфы, потому что, ну, как будто бы Греков уже написал заявление. Но даже если он этого не сделал, то ведет он себя именно так, что он это сделал. Ну, я имею в виду, что вообще ничего не делается, да. Продолжаться так долго не может. С другой стороны, мы три года полномерно разрушали коммунальное хозяйство Уфы. Может быть, поразрушаем еще годик-полтора. Не знаю, но, честно говоря, это какой-то такой кадровый коллапс. В общем, мы продолжаем ждать нового главу администрации, мы продолжаем ждать нового мэра Уфы, и это должно случиться буквально в ближайшие дни. Субтитры создавал DimaTorzok